Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 7 января и вот вчера, 6 января, я сняла и выложила видео, которое называется Что купить от вершинной гнили томатов? Этим видеороликом я открыла ящик Пандоры, потому что сегодня посмотрела сколько комментариев и некоторые люди до сих пор еще как бы не поняли о принципах профилактики лечения. Вот здесь к этому видео я выложила ссылки, как я летом рассказывала, как я готовлю эти растворы для лечения. Наверное, люди не смотрят сюда. И вот одна зрительница, я сейчас прочитаю, написала, что внятно не объяснили, как бороться с этим. Цель моего этого видеоролика не было там рецепты вам давать, внятно объяснять, как бороться. Цель именно вот название, что сейчас купить, что приготовить для борьбы, для профилактики вершинной гнили. И сейчас, посмотрев вот эти вот все комментарии, я решила, что нужно дополнить этот видеоролик еще одной темой, именно про яичную скорлупу. Потому что, вот сейчас я найду, так, где-то люди пишут, что они не знают вообще, как пользоваться яичной скорлупой, как ее готовить, нужно ли ее там толочь на микроволновке, вот тут пишут и скалками, и молотками, и всякое. Я сейчас покажу вам свою яичную скорлупу, расскажу, как я ее сохраняю, как я ее готовлю. Вот здесь многие пишут, что при посадке вносят золу, доломитовую муку, яичную скорлупу. Тема вот сегодняшнего видео будет «Народные средства в борьбе с вершинной гнилью». Из народных средств можно много применить, можно и золу, можно и яичную скорлупу. Так, говорит, кальция. А, вот вопрос, как вносить яичную скорлупу, Надежда Савченко спросила. Вот Оксана Молодова пишет, я мелко толкла в ступе и посыпала почву. Пишут тут же, ступки нету, пишут, молотком, киянкой, скалкой, короче, все предметы. Тут же пишут, в кофемолке можно. Я сейчас вам расскажу, когда нужно обязательно толочь, или в кофемолке, или где-то. А когда можно без этого обойтись? Все, сейчас пройдем. Я специально занесла из теплицы прошлогодний лоток с скорлупой, потом нынешний, который вот уже свежий я положила. Я сейчас все-все, надеюсь, вам доступно расскажу. Для тех, кто вчерашнее видео мое не смотрел, я ссылки, опять же, в описании к этому видео выложу. Но, как я вижу, что многие вообще не могут найти эти ссылки, не видят. Я вкратце расскажу, о чем вчера была речь. Мы говорили о том, что вершинка, то есть вершинная гниль, многие считают, хотя инфекционным каким-то заболеванием, заразным, это не так. Это наша невнимательность именно за растениями в уходе. Это именно физиологическое заболевание, которое не является, не связано вообще с патогенной микрофлорой, появляется или при неправильном уходе, или, как вот говорят, ну, короче, это нарушение агротехники, или неправильный полив, или несбалансированный состав грунта. Если заострить внимание не на поливе, не на погодных условиях, вот там пишут, что от погодных условий может быть, именно о составе грунта, а несбалансированном, то основной все-таки причиной называют недостаток кальция. И больше всего страдают вершинкой томаты на кислых почвах. Кислые почвы и недостаток кальция – это верный признак, жди вершинку в гости и жди каждый год. Я уже вчера говорила, что почву нужно раскислять, доломитовая мука, все эти вот можно купить в магазине, там раскислители заводского, короче, все известковые вот эти удобрения, кальций содержащие, они помогают, делают и в ней корневые подкормки, я вчера упоминала кальциевую селитру, но так как я сама ей никогда не опрыскивала, ну почему? Ну потому что у меня нет этого заболевания вершинки, я стараюсь уже в грунт все внести, чтобы не было. Я вот про кальциевую селитру вчера говорила, сегодня я уже узнала точно, вот этот пакетик растворяют в 10 литрах, делают обработку 2-3 раза с интервалом в неделю, в 10 дней, но это уже лечение. А я сейчас буду говорить, а, и кроме вот этих магазинных средств, у нас есть народные средства. Прекрасными народными средствами всегда являлись зола и яичная скорлупа. Это то, что нам доступно, то, что не требует никаких... Вот, например, сегодня я буду говорить именно про яичную скорлупу, потому что многие не знают, как ее готовить, как ее, что с ней делать. И тут тоже есть нюанс. Вы будете ее готовить так, смотря для чего вы ее будете применять. Ну вообще яичная скорлупа, мы все знаем, что это чистый, больный кальций 95-98%. И некоторые огородники, особенно опытные, собирают ее постоянно, всю жизнь. У меня вот на кухне, на той скамеечке, где я сижу, под этой скамеечкой, всегда вот эта ведерко. Вот эта ведерко, тут еще не перемолванная. Как только я полное набираю, я его измельчаю, чтобы оно так вместительное, больше вмещалось. Вот за Новый год много набралось, салаты делали и все. Просто вот так, она же колючая. И вот до такого состояния, тут не нужен ни молоток, ничего, просто те же самые садовые перчатки, одеваю и все. А вот эта зола, ой, зола, яичная скорлупа, это уже с прошлого года. Вы видите, что она совсем другая, она стояла в теплице, она немножечко землей уже, как там пылью припорошенная. Это уже готовая, как сказать, к внесению в землю при весенней перекопке. Вот все я ее... Я делаю так. Вот сейчас я ее измельчу, вот эту, прям можно в этом же ведре. Я ее залью кипятком и просто руками вот так промою, ну, чтобы она не запахла, там же эти остатки всякие, ну, от яиц. Когда жидкость есть, когда вот эта пленочка. Кипятком промою, постоит она, вот так вот проболтыхаю, откидываю, ну, помельче, откидываю вот на этот лоток равномерно, раз, все, и выношу на улицу. Она сама собой, вода стечет, она просохнет, и эта зола готовая к употреблению. И вот некоторые золу мелют в порошок, некоторые вот так просто, как я, измельчают. Я сейчас расскажу, в чем разница. В некоторых статьях рекомендуется пленочки вот эти вот убирать. Я один раз попыталась вот эту внутреннюю пленочку снять, это очень кропотливо, это очень долго, муторно. Я сейчас расскажу, почему я не убираю. Есть два различия. Или мы готовим скорлупу для профилактики вершинной гнили, то есть для улучшения состава грунта, для обогащения нашей земли кальцием. Тогда не нужно эти пленочки убирать, ничего. Я ее просто перемалываю, вот так промываю, и весной я в землю закопаю. Вот просто рассыплю по всему огороду и перекопаю. Прошлой весной я не показывала, а позапрошлой весной я показывала, у меня был целый мешок вот этих яичных скорлупок. Зимой они у меня на улице стояли, я просто мешок положила, растоптала ногами и при перекопке раскидала. Так, когда не мелкая фракция, она разлагается очень долго. И вот как я уже читала в комментариях, чтобы разложилось быстро, надо до пыли ее растереть. Но если я вношу ее постоянно, то мне нет смысла ее растирать до пыли. Оно как получается? Внесенная сейчас будет действовать, там разложится через несколько месяцев. Возможно, на будущий год как раз она дойдет. На будущий год я внесу новую, потом еще, и она вот так одна за одной порция вот этого яичной скорлупы идет. И если делать это систематически и постоянно, то у вас будет постоянное, такое хоть небольшое, но постоянное пополнение вашего грунта кальцием, обогащение. Вот, рассказала, почему я не делаю, почему не измельчаю, потому что я постоянно добавляю, 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 оно само там все разлагается. Это именно профилактика, это именно улучшение состава грунта. Но есть еще скорлупу применяют для лечения вершинки. То есть, когда вы уже увидели, в грунт вы ничего не добавили, не сделали, не раскисляли, не добавляли из висковых никаких препаратов, но вы увидели, что есть вершинная гниль, и ничего у вас больше нет, вот тогда нам придется и измельчать, скорее всего, и вот эти пленочки для этого делают. А вот я показала, вот есть рабочая кофемолка, на которой можно небольшое количество измельчить, но, как вы понимаете, вот столько измельчить, сколько у меня скапливается, это на кофемолке надо очень долго работать. Там же маленькое количество. Как делать для лечения? Для лечения тут уже мы делаем настои. Как ее называют, какая-то кальциевая вода, что ли, получается. Измельчают вот эти скорлупочки. Потом лучше всего, конечно, эти пленочки убрать, ну или тщательно вымыть, не знаю, но, скорее всего, рекомендуют все-таки убрать. Я вам сразу говорю, я кальциевую вот эту водичку никогда не готовила, потому что, еще раз напомню, у меня не бывает вершинки, а кальциевая вот эта вода, опрыскивание настоем скорлупы яичной, используют ее именно для лечения. Когда вы уже увидели, что носики у томатов почернели, тогда вам пригодится кальциевая вода. Пленочки снимают, измельчают эту яичную скорлупу, водой заливают и настаивают три или пять дней. Ну, что происходит в этом случае, вы сами понимаете, из скорлупы кальций, он немножечко как бы переходит в воду, потом всю эту воду разбавляют еще немножко, сливают и опрыскивают. Если вы захотите применять, например, кальциевую воду, вы рецепты наверняка найдете в интернете. Я этим не пользовалась, я просто хочу до вас донести, что обработка и подготовка вот яичной скорлупы, она отличается от того, с какой целью вы хотите применить. Если я просто удобряю землю, если использовать как удобрение, не обязательно ни пленочки вот эти, ни раз, ни отгирать, не обязательно через кофемолку молоть, потому что, представляете, мне один раз сын привез вот мешок яичной скорлупы, но где я ее через кофемолку перемолю? Конечно, я ее просто растолкла ногами, перекопала, все равно в течение года она вся там растворится, разложится и какой-то процент кальция попадет в землю. Но если уж вы применяете для лечения и делать будете вот этот настой, тут, конечно. А для чего эти пленки сдирать? Потому что вот она, эта пленка, это же органика. Если вы зальете водой и будете 3-5 дней ждать, она очень сильно завоняет, будет пахнуть вот этими протухшими яйцами, и просто у вас в огороде будет очень неприятный запах. Но вообще-то огородникам не привыкать к неприятному запаху, если там понюхать, как пахнет наш перегной навоз и все это, все эти компостные кучи. Мы же возим, все нюхаем. А эти травяные настойки, после которых с такими руками невозможно в транспорт общественный зайти. Ладно, можно, я думаю, что и с пленочкой. Мне главное до вас донести, что есть не только покупные средства для борьбы, для профилактики вершинной гнили. Есть и вот такие народные, как зола и скорлупа. Совмещать вместе я не стала, потому что зола совсем другое. Там уже другие совсем рецепты, ее тоже и настаивают, и в сухом виде, и все. Но хочу сразу добавить, что увлекаться внесением кальция содержащими вот этими препаратами тоже нельзя, потому что избыток кальция, он также вреден, как и недостаток кальция. Может у вас начаться обратный эффект. Вы кальция очень много в землю добавите, вобьете, а вершинка все равно будет. Но это, тут надо ко всему подходить, как всегда, обдуманно. И что я хочу сказать, что все-таки использование яичной скорлупы это вот и безопасный, доступный, и дешевый способ, и ни один истинный огородник никогда яичную скорлупу не выбросит в мусорное ведро, вот куда-то там в отходы. Обязательно все приберет, будет он там ее молоть на кофемолке, или просто ногами растопчет, или вот как там писали, скалкой, киянкой, молотком, хоть чем. Но обязательно нужно применять все вот эти. Это натуральное, это безвредное. Все. Ой, разошлась руками, размахалась. Все, до свидания. Я надеюсь, это, конечно, начинающим огородникам все это нужно знать, кто только-только начинает ничего не выбрасывать. Вот у меня сразу на кухне три стоит разных посуды, где я сортирую то, что пойдет в компоксную кучу, это одно, то, что вот это, вот это другое, а третье только в мусорку. В мусорку выбрасываем очень мало, остальное все у нас огород съедает. До свидания.